Это кадры задержания наркоторговцев в Никарагуа. Всё выглядит натурально, но на самом деле это игра, тщательно срежиссированная красноярскими специалистами. Так они учат латиноамериканских полицейских бороться с наркоторговлей. Преподаватели Сибирского юридического института ездят в Никарагуа и Перу с тренингами пару раз в год. На их занятиях отнюдь не студенты, а уже опытные специалисты, от прапорщиков до полковников из 18 латиноамериканских стран. Вместо скучных лекций красноярцы упор делают на практику. К примеру, нужно найти на вилле тщательно спрятанные муляжи наркотиков, оружия и денег и суметь правильно провести задержание. После вместе разбирают ошибки. При производстве обследования вы не использовали перчаток. Это делать необходимо. С занятиями в Латинскую Америку наши преподаватели ездят не случайно. Оттуда во многие страны, в том числе и в Россию, идет поток наркотиков. Профессор Николай Железняк, один из преподавателей, который занимается с латиноамериканскими полицейскими, говорит, чем лучше они их обучат, тем меньше наркотиков попадет в нашу страну. Рассказывает, конечно, физически они подготовлены неплохо, а вот оперативная работа хромает. Но учатся они быстро. В прошлом году на практическом занятии удивились. Задержали сразу шесть настоящих сбытчиков. Когда мы встречались с преподавателями антинаркотической школы, они с удивлением и с раздражением сказали, что мы их учим год, они выходят и не умеют работать. Вы приезжаете на две недели, и через две недели они начинают работать. Это очень хорошая оценка нашей работы. Мы, честно говоря, такой оценкой очень довольны. Занятия иностранцам так понравились, что даже попросили открыть у них российский учебный центр. Камень в основании здания заложили в 2013-м. Сейчас еще идет стройка. И преподавать там будут также специалисты из Сибирского юридического института. Это не случайно. Только вдумайтесь, наш вуз – единственный в мире, где готовят с нуля будущих наркополицейских. Красноярские специалисты ездят с тренингами в 26 стран, обучают офицеров в Кыргызстане, Таджикистане, Армении, Беларуси. Афганистане и Пакистане. Наши преподаватели будут на постоянной основе находиться в Никарагуа. Там работать с представителями антинаркотических ведомств всего латиноамериканского региона. Для нас это очень важно. С одной стороны, это чувство гордости, колоссальное чувство гордости. Я не думаю, что многие вузы в Российской Федерации могут похвастать наличием своих филиалов, полноценных, настоящих, недистанционных, как сейчас принято, а вот таких вот очень активно действующих в дальнем зарубежье, в Латинской Америке. Кстати, за знаниями иностранцы приезжают и в Красноярск. Это студенты из Монголии, из бывших союзных республик. За все время моего обучения я круто изменился, я стал более дисциплинированным и ответственным. Важно для меня общение со своими сверстниками, так как в данном институте учатся не только представители одной национальности. Здесь очень много национальностей, и это позволяет расширить свой кругозор. Ну и эти связи, думаю, в дальнейшем тоже для меня понадобятся. В институте говорят, конечно, преподавать в учебном центре в Никарагуа будут специалисты с большим опытом оперативной работы, желательно со знанием испанского языка. В следующий раз красноярские преподаватели поедут в Никарагуа и Перу уже в апреле, также на полтора месяца. Но предположительно осенью этого года в Латинской Америке откроется российский учебный центр. И борьба с наркотиками станет еще эффективнее, говорят специалисты. Ольга Тишинина, Андрей Крупнов. Новости.